Самые возвышенные человеческие чувства — это любовь мамы и ее малыша. Ну а самые возвышенные божественные чувства открылись на Голгофе, где Господь Иисус умирал за людей. Добрый вечер! В эфире программа «Помолитесь за меня» и мы рады каждому из вас, дорогие наши зрители. Господь в нас нуждается. Он не нуждается в нашей религии, в наших обрядах или в наших традициях. Он нуждается в нашей вере и в нашей любви. Об этом будем сегодня молиться. Ну а сейчас, дорогие друзья, наши операторы уже готовы принимать ваши звонки, поэтому, пожалуйста, звоните. Для жителей Украины номер простой 0800 30 20 20. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов на этот номер бесплатны. Для жителей России свой номер 0800 118 44. Звоните. Также работает скайп, работают наши социальные сети ВКонтакте одноклассников группы. Мы ждем от вас сообщений и молитвенных просьб. Сегодня в программе мы вновь молимся о единстве Украины, поэтому призываем каждого из вас оставаться вместе с нами и молиться вместе с нами. Кроме того, в наших молитвах сегодня мы будем говорить о населенных пунктах под названием Калиновка. Еще мы поговорим, ответим на вопрос, как молиться за умирающего человека. Ну и в нашей студии вновь сегодня гость, и его история специально для всех абитуриентов. Не пропустите. Ну а для тех, кто только к нам присоединился, мы желаем напомнить, что наша программа выходит в прямом эфире. И у вас есть возможность прямо сейчас позвонить в студию, и мы вместе с вами будем молиться нашему Господу. Также, возможно, вы знаете о человеке, который сейчас страдает, испытывает определенные проблемы и сложности. Сообщите ему о нашей программе, пусть он позвонит, и мы будем молиться о нем нашему Спасителю. Владимир, здравствуй, тебе тоже говорю, и очень рада, что можем начинать программу вместе. Вновь начинаем программу с молитвы, с одной молитвы, которую призываем всех наших зрителей, молитва за Украину. Но вновь просим о мире, не устаём просить и просим с уверенностью, что Бог нас слышит и благословит нашу страну. И вновь просим, чтобы не было кровопролития, чтобы Бог сохранил жизни и особым образом поддержал тех, кто выезжает с восточной части, особенно Украины, и тех, кто находится по всей Центральной, Западной, Южной Украине, те люди, которые переехали и которые сейчас пытаются устроить свою жизнь. Сколько люди хотят жить? Вот я ехал сегодня на передачу и слушал радио. Слушал репортаж о том, что есть места, где происходит обстрел, и вот в перерывах между обстрелом люди выходят и садят картошку. Люди верят в жизнь, верят в мир и желают этого мира. Поэтому я думаю, что нам стоит поддержать этих людей, которые нуждаются в молитве, нуждаются в том, что всё-таки мир был не на словах, а реально пришёл в их селение. Также, наверное, мы будем молиться о Непале. Несколько дней, уже два дня многие информагентства, или все, так скажем, информагентства рассказывают о том, что случилось. Есть целая череда землетрясений, погибло сейчас официально около 4 тысяч человек, но предполагают, что под завалами, под руинами находится до 10 тысяч человек. Пострадало около миллиона людей, и большие проблемы связаны с захоронением погибших. Поэтому будем молиться, чтобы страна Непала — это страна буддизма, она не знает Христа, но Господь знает. Поэтому нет различия для Господа, какой национальности или какой религиозности, религиозные исповедания имеют эти люди. Ну и тем более там ещё у нас около 200 украинцев, мы будем также о них молиться, чтобы они могли благополучно выбраться и вернуться назад домой в Украину. Конечно, будем молиться. Вообще, можно сказать, слава Богу, что Господь сохранил территорию нашей страны в своё время, и у нас нет таких серьёзных катастроф. Но мы должны молиться у тех людей, которые находятся там, потому что это очень страшное бедствие, и очень бы хотелось, чтобы... Конечно, нам бы хотелось, чтобы как можно меньше людей... Наша страна пережила нечто подобное трагедию. Тоже мы отмечали 29 лет с Чернобыльской аварией, и это отразилось на всей нашей стране, на здоровье многих людей. Я думаю, что стоит об этом также молиться. А также сейчас есть сообщение о том, что горит Чернобыльский лес из-за вот такой сейчас жары, в трёх местах из-за горания, поэтому МЧСники пытаются загасить огонь, поэтому также будем молиться. Друзья, спасибо, что вы сегодня с нами, что вы включаете телевизор в 8 часов для того, чтобы молиться нашему Господу. Давайте мы совершим молитву нашей стране и попросим благословения, чтобы Господь был милостью к нам. Святой Великий Бог, наш Господь, мы благодарны, что Ты явил свою любовь на Голгофском кресте, открыл самые сокровенные свои чувства к человечеству, пожертвовав самым драгоценным, что у Тебя было, Господь, и есть Иисус Христос. Господь, Ты убеждаешь нас, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе за это свидетельство. И мы просим, Ты благослови, укрепи народ нашей страны, который, возможно, кто-то из-за этих боевых действий, из-за этих потрясений, начал сомневаться в Твоей любви. Просим, Господь, чтобы Ты утешил Твоим великим утешением, чтобы на восточных рубежах нашей страны туда пришел мир, перестали стрелять, чтобы люди могли садить картошку, могли работать на земле, вернулись на заводы. Небесный Отец, благослови, пожалуйста. Наша молитва о наших соотечественниках, которые сейчас находятся в Непале. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил, чтобы они могли благополучно вернуться. И мы молим о всей этой стране. Они не знают, Господи, Тебя, но Ты их знаешь, Господи. И мы просим, по милости Твоей благослови. Помоги пережить то горе, которое сейчас пришло в их страну. Благослови и дай мудрости всем спасателям, которые делают все возможное, чтобы найти еще людей, которые, возможно, еще живы. Господь, пожалуйста, яви свои чудеса, яви свою силу, Господь. Мы это просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарны Тебя за услышанные молитвы. Просим, чтобы Ты благословил и спасателей, которые сейчас тушат пожар вокруг Чернобыля, вокруг там, где горит лес. Мы просим, Господь, чтобы Ты также благословил их. И благословил всю нашу страну, которая пережила этот ужас Чернобыльской аварии. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил и тех, кто спасал нашу страну на этой станции, и детей, которые стали пострадавшими из-за этой аварии. Господь, благослови всех. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Ты знаешь, Владимир, мне очень радостно, что сегодня мы в нашей программе вновь можем говорить о том, что Бог слышит молитвы. И у нас есть благодарности сегодня. Ответы на молитвы. Прежде правда, прими в звонок. Я очень люблю слышать. И сможем озвучить все те сообщения, которые мы получили. Добрый вечер, Ирина. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Рады Вас услышать. Откуда Вы звоните? Я телефоную из места Львова. Очень приятно. Что бы Вы хотели сообщить нам сегодня, о чем мы будем молиться вместе с Вами? У меня есть онкология. И сейчас трошки мой статус погрешивается. Тобто, мне отнимают ноги. И я, скажем, не вижу. Не знаю, как лековаться. И что делать. Тобто, нужна мне молотовная поддержка. Ирина, Вы знаете, к сожалению... Хочешь, чтобы мне хоть Бог открив, каким чином дальше мне проводить лекование. Потому что наша медицина не совсем помогает. И прошу про молитву за меня. Вы знаете, Ирина, к сожалению, молитва – это единственное, чем мы можем Вам помочь сегодня. Но молитва – это самое большое, наверное, что мы могли бы сделать для Вас. И мы искренне будем молиться, чтобы Господь подарил Вам надежду и показал Вам выход из этой ситуации. И, возможно, направил Вас к нужным врачам. Или подарил Вам нужного человека, который бы дал хороший совет. Мы будем молиться о Вас обязательно. Спасибо, что Вы позвонили. И не теряйте надежду. Не теряйте уверенности в том, что Бог вместе с Вами. И Он Вас очень любит. Спасибо Вам за звонок. Мы обязательно о Вас помолимся. У нас есть… Благодарности. Есть благодарности, да. Вот несмотря на то, что есть очень серьёзные просьбы о молитве, но есть благодарности, и это нас поддерживает и ободряет. Это очень важно для тех людей, которые сейчас, возможно, переживают определённые трудности. Важно слышать, что Бог действительно живой. Мы не просто о нём говорим, но очень важно ещё слышать, что Бог действительно действует. Поэтому, дорогие зрители, Ваши ответы на молитвы для нас очень важны. Поэтому, пожалуйста, звоните или напишите нам. Расскажите, как Бог ответил на Вашу молитву. Ваше свидетельство может помочь, я думаю, не только одному человеку, а многим укрепить их веру. Поэтому, пожалуйста, в этом плане будьте активны. Прославьте Господа. Итак, Николай из Житомирской области пишет. «Мы две недели назад звонили. Наш сынок Алексей болел. Слава Богу, он исцелён». Слава Богу, это действительно радость для каждого из нас. «Галина из Волыни благодарит Бога. Мой сын Павел остался жив. Он служил под Дебальцево, вышел здоровым. Слава Богу. Сейчас он в Мукачево опять воюет. Ну а мой муж инвалид болеет, и поэтому я надеюсь, что его каким-то образом отпустят. Пусть Господь поспособствует быстрому приходу домой живым и невредимым. Будем продолжать молиться о Вашем сыне, но мы рады, что с ним всё благополучно, Галина». Татьяна из Тернополя благодарит Бога. Неделю назад звонила о сыне Тарасе. Диагноз не подтвердился воспалением лёгким. Он здоров. Слава Богу. А также за Марину была проблема, была опухоль. Но слава Богу, она пишет, рака нет. И это действительно большое чудо. И ещё решилась проблема с кредитом. Перевели на гривны. Столько пришло. Столько радостных сообщений. В одном письме мы очень благодарны вам, Татьяна, за это сообщение. И Нина пишет, слава Богу, молились за Владислава 4 года, и температура нормализовалась. Мы очень рады за вас, дорогие друзья. У нас у меня также есть благодарности, которые пришли к нам на адрес нашей программы. Но к нам дозвонилась Раиса. Мы сейчас примем звонок, а потом услышим благодарности. Раиса, здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда к нам звоните? В Платарской области. Очень приятно. В Платарской области. Да, да, мы вас слышим. Что вас побудило нам позвонить? Я звонила, звонила где-то... Благодарность. Я хочу выразить благодарность. Я звонила, чтобы у меня найти работу и не нарушать заповедь нашу четвёртую. И слава Богу, я работаю... Вы возобновили меня на старой работе, и обратно же прекрасно и хорошо. Чудесно. Да. Я не нарушаю ничего. И ещё одна проблема. У нас сестра заболела в больнице, в нашей церкви Лоховицкой. И она правильный диагноз не поставит. Сегодня её отвезли в областный центр в Полтаву. И она просила, и мы просим молиться за неё. Как зовут сестру? Мы восстановили правильный диагноз. И молились за неё. Ира. Ира, да? Ирина. Ира, Ирина. Спасибо, Раиса, что вы позвонили. Мы очень рады за вас, что Господь решил вопрос с работы. Сегодня это очень сложно. Это проблема, конечно. И я думаю, что это тоже очень хорошая новость, что Господь помогает решать и финансовые вопросы. Особенно вот эта последняя благодарность за кредиты. Мы знаем, к нам, друзья, приходит много сообщений, связанных именно с долгами, связанными с кредитами. Особенно связанными с валютными кредитами. И люди просто в панике. И здесь Господь нам показывает, что если мы Ему доверяем, Бог находит там, где для людей тупик, для Господа ещё тысячу потерь. Всё возможно, конечно. Итак, Иван Степанович из Житомирской области. Выражает благодарность за молитву. Говорит, внук вышел из тяжёлого состояния. Слава Богу, он жив. Слава Богу. Иван Степанович, слава Господу. Мы очень рады за вас и за вашего внука. Наталья из Днепропетровской области. Молитесь о дочке, о её примирении с парнем, чтобы Бог ответил на молитвы. Молитвы. Вера из Полтавской области. Благодарность выражает. Молились за племянницу. После операции ей стало хорошо. Слава Господу. Слава Богу. И Мария из Черновицкой области. Благодарность Господу за молитву за внука Олега. Олега, решились вопросы с работой. Несмотря на то, что много вопросов, всё-таки я бы хотела, чтобы мы молились молитвой благодарности Богу. Вот наша зрительница Оксана из города Чернигов благодарит за молитву её подруги, которая попала в аварию. Но операция прошла очень успешно, пишет нам Оксана. Спасибо, Оксана, что вы позвонили и рассказали нам об этом. Мы бы хотели, чтобы мы благодарили Бога. Действительно, от чистого сердца благодарили, потому что Он очень любит нас. И Он для нас очень много делает, каждую минуту нашей жизни. Давайте поблагодарим Бога в молитве вместе со всеми. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за все услышанные молитвы. Как много сообщений мы сейчас зачитали, и мы верим в то, что есть ещё огромное количество людей, которые, может быть, не написали нам своё сообщение и не рассказали о своём ответе на молитву. Но они есть эти ответы, Господь, потому что Ты слышишь, и Ты не оставляешь никогда своих детей. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты настолько сильный, настолько любящий, и за то, что мы знаем Тебя, славим Тебя, Господь, за милость Твою и любовь. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу, очень чудесно принимать такие хорошие новости. Правда, это правда. К нам дозвонилась ещё одна зрительница, и мы желаем её также услышать. Раиса, здравствуйте. Доброго вечера вам. Добрый вечер. Откуда вы к нам звоните? Я звоню из Винницкой области. Винницкая область. Очень приятно. Не мирив. Место не мирив. Я так понимаю, Вы наш постоянный зритель. Да, у меня внучка. Так, месяц назад у меня не очень захворела внучка. Поклали очень страшный диагноз с знаком питания. Но, слава Господу Богу, с Божими руками впливали на лекарей, дали правильный диагноз, и правильно мы лековались. Поїхали мы на проверку, и в ней диагноз не подтвердился. Моей внучке 7 лет. Слава Богу. И она тоже ходит в нашу церковь в городе Немировой. Молитовная группа, вся Немировская, тоже молилась. И я на ваш пир тоже звонила, и они тоже молились за мою внучку. Мы вам щиро дякуемся. Слава Богу. Спасибо большое за такие чудесные новости. Слава нашему Господу. И мы за Вас очень рады. И желаем, чтобы Господь благословил Вас и Вашу молитвенную группу, которая также молилась и поддерживала Вас. Слава Господу. Слава Богу, что мы так начинаем сегодня программу. Сегодня мы никак не можем подойти к просьбам. У нас все благодарность. Это здорово. Я зачитаю несколько просьб. Мария из Киевской области просьба молиться за сына Владимира, чтобы Бог избавил его от алкогольной зависимости. Лариса из Херсонской области пишет, что у дочери Валентины высокая температура и просит о ее исцелении. Лариса также просит о соседке Екатерине. У нее сахарный диабет. Владимир из Николаева за Тамару, чтобы она поверила в Бога. А также за своих друзей, об их здоровье и благополучии. И Тамара из Сумской области просит молиться о семье мужа Дмитрия. Также сестра Галина и внук Станислав. Она пишет, что мы все болеем и очень высокая температура и сильный кашель. Сегодня очень много просьб вот таких. Но еще мы сегодня уже молились об этом. Зина из Кировоградской области просит молиться о ней, чтобы Господь дал выход с кредитами. И пишет, что нет здоровья также у моих детях. Господь благословляет, дорогие друзья. И те ответы, которые мы получали, это действительно большая радость. Мы верим, что и в вашей жизни будет ответ от Бога. Ну и для нас важно, что вы нам доверяете. И поэтому присылаете ваши письма и ваши сообщения. Для нас это большая ценность. Потому что мы видим, что вы верите Господу и доверяете нашему каналу и нашей программе. Слава Богу. Слава Богу. Вот у меня есть несколько таких сообщений, которые пришли к нам на прошлой неделе. Светлана из Белой Церкви. Прошу помолиться о Ксении. Она сильно простыла, ларингит со сложнениями. Была температура высокая. Лекарства не помогают. Денег на лечение нет. Она считает, что это уже конец и плачет. Она в сильном депрессивном состоянии. Не хочет молиться. Молите, чтобы она выздоровела. Друзья, мы будем молиться о Ксении. Обязательно нужно верить, что еще не конец, что Бог рядом и Бог поможет. Прошу помолиться о Папе Иване. Находится в больнице, сломал ногу. Он алко и наркозависимый. Три дня ничего не пил, не курил. И поэтому не в своем состоянии. Не спит, не ест. Прошу помолиться, чтобы Бог изменил его жизнь. Коваленко Ольга из Донецкой области просит молиться о своем здоровье. Второй год парализована после инсульта, чтобы Господь дал исцеление. Прошу помолиться, чтобы прекратилась война у нас на Востоке за брата Сергея, который сейчас на войне, чтобы Господь сохранил его. Мы будем молиться. И еще к нам пришло письмо. Здравствуйте, я не являюсь членом церкви АСД, но посещаю богослужение. Сейчас у меня очень большие проблемы. Прежде всего в семье. На грани краха. И в этом много моей вины. Также я не был с Богом. И очень обидел мою жену. Также у меня проблемы с работой. Меня сокращают. Закрывается фирма. И надо искать другую работу. Очень прошу помолиться за восстановление моей семьи и за работу. Спасибо, Андрей из Киевской области. Мне кажется, как иногда не нравится дьяволу, когда человек начинает доверять Богу и начинает полагаться на Него и отдавать свою жизнь в Его руки. И поэтому у человека сразу появляется очень большое количество проблем. И как тяжело выстоять в этот момент, когда и в семье есть проблема. Несмотря на то, что человек уже осознает свою ошибку. И на работе есть проблема. И нам, наверное, нужно было бы очень много молиться о Нем и Ему молиться, чтобы Он смог пройти вот этот период своей жизни. Да, важно понять, что не всегда будет черная полоса. Обязательно придет от Господа. И светлая полоса придет в жизнь этого человека обязательно. Ты такой оптимист. Мне нравится, это правильно. Потому что я знаю, что Бог может сделать что угодно. Иногда мы думаем, что нет уже выхода у кого-то ларингиты. Люди считают, что это конец. А на самом деле Бог исцеляет и онкозаболевание. Он открывает такие возможности иногда, что нужно просто больше Ему доверять. Тогда давай молиться. Давай, обязательно. Друзья, мы приглашаем вас к молитве. Святой наш Бог, спасибо Тебе за то, что у нас есть это молитвенное окно. Когда мы, оставив суету, которая нас окружает, можем обратить свой взор к небесному престолу. И там, когда мы в отчаянии можем поднять взор и увидеть славу Твою, величие Твое. И увидеть, что не все так плохо, потому что Ты с нами. Ты большая надежда наша, Господь. И мы просим особым образом, благослови всех этих дорогих людей, чьи имена мы сейчас зачитали. Мы просим об Иринах. Одна очень больна онкологией, другая находится в тяжелом состоянии в больнице. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил и помог им преодолеть эти все трудности, преодолеть депрессию. Господь, помоги, чтобы взор их был обращен на Тебя, и чтобы дьявол не подкосил их веру. Небесный Господь, мы просим и Оксении, которая находится в тяжелом состоянии, которая начинает так же отчаиваться. Господи, мы просим за Андрея, чтобы Ты так же помог ему. Ты видишь, что он осознает свои ошибки, он хочет исправить то, что он разломал. И мы понимаем, что самому склеить невозможно, но мы просим, Господь, он кается, ищет в Тебе защиты и помощи. Благослови, расположи сердце супруги, чтобы она могла простить, чтобы она могла дать ему еще один шанс, чтобы она поверила, что он может измениться. Благослови, реши вопрос с работой. Мы просим не только об Андрея, а о многих людях, которые сейчас испытывают финансовые трудности, связанные с тем, что потеряли работу или нет зарплат, нет выплат зарплат. Мы просим, Господь, благослови, яви свое чудо, яви свою силу, Господь, благослови. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Друзья, у вас еще есть время дозвониться. 0800 30 20 20. Это наш номер телефона. И поверьте, Бог сильнее любой вашей проблемы. Ну а наша программа продолжается. Не переключайтесь. Валентина благодарит Бога за ответы на молитвы, а также просит молиться о сестре Татьяне, о спалении десен. Сергей просит молиться об исцелении своей жены Оксаны, онкология. Просьба молиться об исцелении Елены, которая третий день находится в состоянии комы. Наталья просит молиться о своих родных, Ирине и Тарасе, чтобы Господь освободил их от алкогольной зависимости, а также сохранил семью Марины от развода. Надежда просит молиться о своем сыне, чтобы он согласился на госпитализацию, психическое расстройство. Владимир, сегодня мы бы вновь хотели ответить на вопрос от зрителей. И прочитав его, я понимаю, что, наверное, люди очень ждут этого ответа. Нам пишут, мой отец умирает от рака, и врачи не дают ему шанса. Я молюсь, чтобы ему стало лучше, но все только хуже. Мы ждем с дня на день самое ужасное. Как все это пережить? Я не знаю. Во-первых, мы сочувствуем нашей зрителю или зрительнице. Мы не знаем, от кого пришел этот вопрос. Действительно, это очень печально и очень больно, когда ты видишь, как на твоих глазах умирают родные и близкие. Мы молимся об исцелении, но не всегда мы получаем исцеление. Поэтому здесь, как нам пережить то, что неминующе приближается в жизни людей, которые страдают? Я думаю, что, наверное, первый важный момент, что не нужно думать, что Бог оставил. Что на этом жизнь не заканчивается, если вдруг что-то случится, и человек умрет. Мы должны понимать, что важно молиться, наверное, когда мы видим, что Бог не дает своего ответа на молитву так, как мы хотим, и все-таки идет все к печальному завершению жизни. Важно, наверное, говорить с умирающим человеком о Господе. Люди в этом положении очень расположены слышать. Я видел людей, которые, возможно, когда были здоровы, вообще даже на Бога не обращали внимания, но в последние дни своей жизни держались за Библию, держались за Господь. Сами понимая, что жизнь подходит к концу. Очень редко, когда сердце такое настолько жесточенное, которое не желает принимать. Когда люди смиряются и понимают, что их жизнь постепенно затухает, они начинают искать надежду у Господа. И здесь очень важно нам, здоровым людям, не показать, что мы прощаемся с ними навсегда. Им дать нужно великую надежду, что Христос обещал воскресенье, что смерть, она не такова, как, возможно, люди представляют. Что человек закроет глаза, и он починит Господи. Он не будет ощущать ни боли, ни страданий. И в одно мгновение, возможно, когда пройдет определенное время, когда придет Иисус, откроет глаза и увидит пришествие нашего Спасителя. Он не ощутит боли, страданий, мучений. Не зря Писание называет это состояние, как покой, упочился. Иов, который страдал, он ждал даже этого момента. У него настолько были сильные боли, проказа разъедала его кости, что он просто умолял Господа, что если возможно, что просто лечу, говорит, в могилу, и чтобы дождаться, когда закончатся эти страдания. А потом он говорил о надежде. «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последние дни восстановит распадающуюся кожу мою». То есть у нас есть великая надежда на последние дни. В Священном Писании этому уделяется очень много внимания. Последний день, или еще называется он Судный день, или Великий день, или еще Господний день. То есть очень много таких эпитедов, которые связаны, или сравнений. Но это тот день, когда мертвые во Христе воскреснут и смогут увидеть нашего Спасителя. И это будет большая радость. Огромная радость. И в этом не будет горя, правда? Верующие люди, которые в катакомбах в Риме умирали, то на надгробиях верующих людей надежда. Они писали до встречи, до славного утра, как пробуждение. Они не прощались навсегда. Они говорили до славного момента встречи, которую мы видим. Поэтому это большое горе, когда умирает родной и близкий человек. Но когда мы верим в Иисуса, и то, что Он победил смерть, это дает нам большую надежду, что мы встретимся обязательно с нашими родными и близкими. Важно, чтобы они приняли Господа и молиться об этом. Конечно, это непростая тема. И мы можем понимать, что прощаясь с родным, близким человеком, с другом, понимая, что его жизнь заканчивается, это не может быть праздником. Это, конечно же, большое переживание, это горе. Но если человек уходит из этой жизни, веря в Бога, доверяя Богу, то мы должны надеяться и радоваться той будущей встрече, которая обязательно настанет в нашей жизни. Мы верим в то, что однажды мы все вместе сможем встретиться с нашим Богом. И это будет совершенно другая жизнь. Жизнь счастливая, жизнь радостная, жизнь бессмертия. Жизнь, в которой не будет ни печали, ни горя. И с этой надеждой мы живем, с этой надеждой мы будем продолжать жить и будем верить в то, что мы обязательно встретимся с Богом. У нас сегодня просьбы молимся о Калиновке. Да, поступило предложение помолиться о Калиновке. Когда мы стали смотреть, что же это за Калиновка, то мы обнаружили, что Калиновок там много у нас. Около 70, оказывается. Да, 70 Калиновок есть в Украине. Я вот нашел такой, есть в Винницкой области административный центр Калиновского района. Она основана в первой половине 18 века. Название не имеет отношения к местной флоре, а происходит от фамилии польского магната Калиновского. Вот такое есть, такая Калиновка. Самое маленькое село Калиновка находится в Ковельском районе Волынской области. Население по переписи 2001 года составляло всего 10 человек. Вот такая маленькая. Представляешь? Есть еще одно миниатюрное село в Верхне Днепровском районе Днепропетровской области с населением 85 человек. Соседствуют с карьерами по добычкам комплексных титановых руд. Добыча происходит открытым способом. Тоже Калиновка. Ну а для киевлян, наверное, всем знаком поселок городского типа Калиновка, Броварской район, Киевская область. Соседей. Да, тепличные огурцы и томаты на киевских рынках. Это именно оттуда. Из Калиновки. Так что сегодня мы молимся о, наверное, большом количестве населенных пунктов по всей территории Украины. Но мы верим в то, что среди наших зрителей есть и, которые сегодня живут в поселке городского типа, в селе Калиновка. Дорогие друзья, мы сегодня хотим молиться о вас, чтобы Бог был вместе с вами. Ну что ж, будем молиться? Давай ты поможешься. Дорогой Небесный Отец, мы очень благодарны тебе за то, что ты помогаешь нам жить и даруешь нам надежду. Спасибо тебе за твою милость. Мы хотели бы сегодня особенно молиться о населенных пунктах, которые называются Калиновка. Ты видишь, что их около 70 в Украине. И это большое количество людей, которые проживают на территории всей нашей страны. Мы просим, чтобы ты благословил этих людей особым образом, Господь. Посмотри их жизнь, их настоящее и будущее. И подари им особую надежду. Надежду на то, что они смогут однажды встретиться с Тобою. Господь, помоги, чтобы они доверили свою жизнь Тебе, потому что это большое преимущество, это большое счастье и радость. Помоги, чтобы они поверили в Тебя. Ты, пожалуйста, стучись в их сердца. И пусть Дух Твой Святой говорит им о том, что Ты их очень сильно любишь, чтобы они почувствовали вот эту любовь и могли жить вместе с Тобою. Мы просим, Господь, за этих людей особым образом и верим в услышанную молитву во имя Христа. Аминь. Аминь. Но уже через минуту мы встретимся с гостем студии, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Просьба молиться о Марине, ДЦП. Пусть Господь укрепит ее здоровье. Галина просит молиться о здоровье Анатолия и Юрия. Николай просит молиться о здоровье своей жены Александры, онкология, печи. Валентина просит молиться о здоровье всей своей семьи. Николай просит молиться о своем здоровье, а также, чтобы Господь помог его жене Людмиле оставить алкогольную зависимость. Просьба молиться о маленьком Ване, который отстает в развитии. В эфире программа «Помолитесь за меня». И мы, дорогие друзья, хотим познакомить вас с гостем нашей студии. Вместе с нами сегодня студент духовной семинарии Эдуард Еременко. Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня ты вместе с нами. На каком курсе, кстати, учишься? Расскажи. Я сейчас учусь на первом курсе. Для многих наших зрителей сегодня стоит очень большой вопрос. Куда идти учиться? Какое решение принять для себя? Потому что от этого зависит будущее, в принципе, и вся жизнь. Особенно профессия пастора не настолько популярна. Многие хотят быть айтишниками или бизнесменами. Менеджерами, да. А что побудило все-таки пойти именно на такую профессию? Расскажи вообще вот о своем выборе. Ну, скорее всего, главным фактором, который повлиял на мой выбор, это воспитание моих родителей. Потому что меня воспитали в огромной, наверное, так можно сказать, в любви. И, скорее всего, любовь к людям и мне передалась из-за вот этого. И, наверное... Ну, знаешь, можно быть учителем или врачом, если ты любишь людей. Почему именно духовные семинарии? Скорее всего, вот в 16 лет, когда я начал задаваться таким вопросом, в чем смысл жизни, параллельный вопрос вообще, для чего я существую, как меня вообще... откуда я появился. И ответом на этот вопрос я нашел в том, что вот меня создал Бог. И для того, чтобы я общался... То есть вы в это время говорили о Господа, да? Да. Так сознательно. Скорее всего, это вот первый момент, когда я лично начал строить с Богом отношения. И ответом на эту молитву было то, что я существую для того, чтобы общаться. Бог меня создал для того, чтобы общаться со мной. И в 16 лет ты решаешь стать пастором? Скорее всего, нет. Потому что в 11 классе, когда я заканчиваю школу, то есть это год назад, у меня есть несколько выборов. Потому что родители очень хотели, чтобы я занимался, ну не то чтобы всем, но очень многим, что меня интересовало. Возможно, и музыкой, фотографированием, видео. Я все пробовал. Я все пробовал и понемножку. У меня было несколько вариантов, где можно было учиться. Была возможность учиться за границей на филолога английского языка, потому что у меня были некоторые задатки до этого. А сейчас остались? Сейчас остались, но, наверное, нужно больше практиковаться. И дальше также была возможность... Я ходил на курс английского языка, чтобы улучшать свой навык. Да, и у меня был такой преподаватель, который приехал миссионером с другой страны, и он сказал... С какой? С Аргентиной. С Аргентиной. Это Южная Америка. И он сказал, что есть такая возможность учиться в его стране, в его университете. Это адвентистский университет, который называется Universidad Adventista del Plata. И там преподавание, учеба на испанском языке. И он сказал, что есть возможность учиться, и я начал пробовать. Ты начал учить испанский? Я начал учить немножко испанский. И польский? Польский, да. Я хотел в Польшу поступать сначала, немножко получил его, потом испанский. И начал собирать все документы. Я еще не закончил школу, но мне сказали, что если ты заканчиваешь школу, ты нам потом отправляешь все документы. Вот я собираю, делаю загранпаспорт. А куда больше все-таки хотел? В Польшу или в... Для меня, наверное, чисто по-человечески, наверное, ближе к родителям. Потому что Аргентина – это тысячи километров, да, это другой край света. Но вот я... Ну, а вот роль молитвы здесь. Посмотри, у тебя появляется выбор, да? Одно заведение, другое заведение. Я смотрю, вообще Украина пока не рассматривается. Как-то так вначале был по дальнему зарубежью, да? Роль молитвы здесь. Ты уже верующий человек, да? Ты молишься, ты просишь у Бога, чтобы Он как-то тебе указал, куда поступить? Да. Вот в том, что я создан для того, чтобы общаться, вот меня подкрепляет в этом. Потому что вот я общаюсь с Богом в молитве. Я говорю с Ним через молитву, а Он говорит со мной через Библию. Как ты узнал, куда тебе поступать? Бог ответил чудным образом. Вот я прошу, чтобы Он ответил. И все случилось следующим образом. Я собираю все документы, отправляю в Аргентину. Они мне присылают письмо, что вот мы тебя принимаем. То есть готовы принять. Да, мы готовы тебя принять. Параллельно я учусь в школе на физкультуре, падаю и ломаю руку. Перелом вроде бы не сильно серьезный, но говорят, что вот та косточка, которая сломалась, ей нужно срастаться долгое время, как минимум 2-3 месяца. Ты в гипсе? Да, я в гипсе. Они говорят, что или операция, или я должен вот долгое время ходить с гипсом. И потом, если не срастется, или срастется, не срастется, если не срастется, то нужно будет как-то хирургически это все менять. Это может как-то повлиять на Аргентину, что ты с гипсом? И вот следующим образом, мой друг с Востока говорит, что вот он тоже заканчивает 11 класс и не знает, что делать вообще, что выбрать. И мы с ним молимся. Мы не знаем, что делать, но есть желание сделать правильный выбор, и мы хотим услышать ответ на Божий молитв. То есть я вижу, что вы объединяетесь для того, чтобы вместе молиться, что вам делать? Да. Куда поступать? Вроде бы и Аргентина тут намечается у нас, и Польша еще недалеко, но ты еще решаешь молиться, чтобы Бог еще что-то показал. Да. Но я так понимаю, что вот сломанная рука, она уже немножко тормозит вот эту поездку в дальние зарубежья, потому что это несколько месяцев. А самолет просто не берет руку и сломает руку, и уже тормозит. Ну, все равно это может быть тоже ответ от Бога. Возможно. И вот следы... Бог ломает руки? Вы знаете, Бог не только, наверное, руки может допустить сломать. Чтобы сберечь жизнь, может быть, и там. И вот этот мой друг с Востока говорит, что у него есть побуждение учиться в духовной семинарии, то есть на пастор. А вот откуда впервые пошло, да? Да. И мы с ним начинаем молиться об этом выборе. А ты, кстати, родителям своим сказал, что ты молишься об этом? Они даже молились, они поддерживали меня. И когда мы определяли дни, когда будем молиться и поститься, они поддерживали это. Вся моя семья. Как здорово, когда семья может молиться вместе. Конечно, это большая поддержка. И Бог отвечает следующим образом, что его будут принимать, несмотря на все проблемы, которые возникали по поводу всего этого. То есть как бы ему Бог открывает? Ему Бог открывает. И я молился, что если для него открываются двери, то, скорее всего, ну и я тоже пойду с ним учиться в одно учебное заведение. Ничего себе. Это где вы уже? В какой стране? Я уже запутался. Это уже в Украине. Это уже в Украине, да? В Киевской области. Ага, хорошо. И теперь со сломанной рукой я иду в военкомат. Это один из пунктов, что я должен пройти для того, чтобы улететь в Аргентину. Потому что я еще... То есть тебя, чтобы выпустили в Аргентину, ты должен был пройти военкомат. И решить вопрос с военкоматом. Да, и решить вопрос с военкоматом. Но говорят, что у меня рука сломана, дают мне отстрочку. Потом опять. Вот когда был вопрос делать операции или нужно, чтобы срасталась, у меня мама звонит по телефону и говорит, ну ты выбирай. Или срастаться будет, но не факт, что срастется, или будем делать операцию. А если операция, вот самый главный момент, что через полгода после того, как сделали операцию, нужно снимать шунты. А если их снимать, то нужно только в Украине. И получается, что я перед выбором... Если бы ты улетел туда, то через полгода нужно... Нужно было бы вернуть. Это же колоссальные деньги. Это почти невозможно, потому что очень дорого было... Туда, летать туда. Летать туда и назад. И вот мама ставит меня перед выбором. Ну как ты считаешь? Вот я молюсь, я не знаю. Что Бог через маму говорит? Наверное, скорее всего, что так и было. То есть вот многие наши зрители, особенно подростки, услышат, что Бог говорит через маму и через папу. Иногда подростки говорят, я сам знаю. Да, да, да. Через родителей обоих, говорит. И я стою перед выбором. Все это сложилось у меня в одно, и я вижу, что Бог ответил мне на молитву. Что вот мой друг говорит, что давай будем поступать сюда. Если это ответ от Бога, значит, вот оно. И я говорю, что пусть срастается, не нужно операции. Я, скорее всего, Аргентина, у меня уже получается на этом моменте отпадает, отменяется. Вот я готовлюсь. Ты был разочарован, нет? Я не... С человеческой точки зрения возможно, потому что многие, очень многие хотят учиться за границей. Считают это огромным преимуществом. И это и практика, и иностранные языки, это огромная возможность. Но я намного больше рад тому, что я молился Богу, и Он меня вел и довел до вот этого критического момента, когда я выбираю. Я хочу послушаться Его ответу или хочу сделать по-своему. Все это очень важно в будущем, когда ты уже будешь заниматься определенным делом, возможно, пасторским служением, помнить этот путь, по которому тебе вел Господь. Что это не ты сам придумал, не только ты захотел, а что ты явно увидел Божью руку. Через эти все обстоятельства, сложные схемы, но ты потом, когда все это сложил, увидел, что Бог тебя планомерно, потихоньку, но вел к тому, к чему Он именно хотел, чем бы ты, чем бы ты должен был бы заниматься. Это самая большая надежда, наверное, в моей жизни, когда я понимаю, что это не выбор родителей, это не мои какие-то прихоти или мои желания. Я верю, что Бог меня провел вот этим путем. И это первый, наверное, мой опыт. Такой большой. Когда Бог не моих родителей, а Бог мой, личный мой Бог. Кстати, как твоя рука, расскажи. Слава Богу. Когда прошел тот термин, когда я должен носить гипс. А там была тоже сложность, да? Если вдруг неправильно оно срастется, да? То есть была же опасность, да? Да, если неправильно срастается, тогда нужно сломать. Да, это, наверное, очень неприятно. Мне было плохо это представлять. Но все, слава Богу, прошло. Мы нашли людей, которые помогли нам советом, как можно правильно, быстрее срастаться. И через два с половиной месяца я снимаю этот гипс. Я свободный человек. И идешь учиться в семинаре. Я поступаю в духовную семинарию. И также, когда я сдал ЗНО, свои предметы, которые я хотел, я также поступаю параллельно учиться на заочное обучение в Украинский гуманитарный институт на журналистик. О, ты что у нас сказали? И что сбывается. И что сбывается. Ты рад, что ты учишься на пастор? У меня огромная радость. Повторюсь, потому что я верю, что это Божий путь. От Господа. Я не знаю, как, возможно, будет дальше слаживаться жизнь. Но я знаю, что это мой выбор сознательный — идти с Богом. Эдик, а ты не против был бы помолиться сейчас? Вот за наших зрителей, которые сегодня решают, куда им поступать и как им быть дальше. Потому что, ну вот, как ты год назад переживал события определённые в своей жизни, сейчас кто-то из наших зрителей думает, а что мне делать? Как мне быть? Если ты хотел бы, если бы ты мог помолиться, мы были бы очень рады помолить за тех, кто сегодня думает, куда им поступить, и чтобы все могли благоплочно сдать все экзамены. С радостью. Давай. Любящий Господь и Бог, благодарю Господи за этот прекрасный канал, который Ты подарил каждому из нас, за общение друг с другом, но самое главное — за общение с Тобой. Благодарю Господи, что лично в моей жизни Ты появился и показал своё могущество, свою силу, и Ты показал на практике, что моя жизнь Тебе небезразлична. Я благодарен за то, что я нахожусь сейчас в том месте, куда Ты меня поставил, за то, что я занимаюсь тем, чем хочешь, чтобы я занимался. Я прошу тебя о каждом, кто смотрит эту сейчас программу, особенно о тех ребятах, которые оканчивают школу высшую, 11 класс, которые будут сейчас давать экзамены, которые не знают, что им делать, не знают, какой выбор сделать правильный в своей жизни. Ты, Господи, пожалуйста, благослови каждого. Возможно, через эту программу Ты покажешь им, как сделать правильный выбор. Помоги, пожалуйста, осознать каждому, что несмотря на все, что привлекает в этом мире, возможно, высокооплачиваемая работа, возможно, другие какие-то плюсы, но самое главное, чтобы в этой работе мы могли проявлять лучшие свои качества, чтобы мы могли понимать, что мы находимся на месте, которое Ты нам приготовил. Помоги нам осознать это. Благослови каждого, кто смотрит эту программу. Аминь. Аминь. Спасибо тебе огромное за историю, за молитву. Пусть Господь благословит тебя в твоем жизненном пути, в твоей учебе сейчас, подарит тебе особой мудрости в дальнейшем и благословит твой выбор. Спасибо тебе большое. Спасибо за хороший опыт. Слава Богу. Друзья, ну а мы продолжаем нашу программу и уже через минуту вновь вернемся в эту студию и будем молиться о вас. Не переключайтесь. Мы общались с гостем, пришло очень много сообщений на скайп и среди них есть несколько благодарностей. И я хочу зачитать их. Екатерина из Закарпатской области благодарит за молитвы об исцелении дочери Марийки и о том, что сын перестал пить. Бог ответил на молитвы. Слава Богу. Слава Господу. И она просит продолжать молиться о своей семье и о дочери, чтобы она нашла работу. И Ольга, город Киев, благодарит за молитвы о мужа, у которого были проблемы с ушами. Бог его исцелил и помог ему прилететь домой. Слава Богу, что Бог благословляет, исцеляет и хранит вас. И спасибо за эти сообщения. Слава Богу. Но у меня не благодарность, у меня просьбы. Будем зачитывать, конечно. Это тоже важно. Мария из города Киева пишет, я пожилой человек, у меня операция в пятницу, катаракта, молитесь за меня. Мы будем молиться. Обязательно. Трофим нам пишет из Луганской области, помолитесь за Лизу. Он пишет, ей 9 лет. Она будет 29 числа сдавать экзамен по музыке. Нужно Лизу поддержать, мы будем обязательно о ней молиться. Обязательно, конечно. Мальвина из Закарпатия, дочка Ева и Олег хотят разводиться. У них трое деток. Пусть Господь вразумит их. Обязательно будем об этом также молиться. Ольга из Полтавы. Помолитесь за мою семью, за семью моих детей. И Марина, и Андрея, молитесь за Алену. Молодая девушка, у нее обнаружили онкологию, чтобы Бог исцелил и укрепил ее семью. И еще просьба. Валентина из Мариуполя, помолитесь за мое душевное состояние. В феврале убили мужа, и дети живут в городе. Она одинокая. Мы будем молиться, будем просить, чтобы Господь благословил. Давайте мы помолимся, дорогие друзья. Ты знаешь, Владимир, я хочу зачитать буквально одну просьбу. Нас просят молиться Владимир о Петре. У него онкозаболевание. И завтра будут совершать елее помазание. О нем мы говорили об этом в наших программах. Пусть Господь усмотрит. Святой наш Господь и Бог, благослови, пожалуйста, каждого человека, чьи имена мы зачитали и чьи не смогли зачитать. Благослови, яви свою божественную силу. Благослови Твоими небесными благословениями. Помоги и поддержи. Во имя Иисуса просим. Аминь. Аминь. Ну и слова благословения прочитаем уже через несколько секунд. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы откроем книгу Псалтырь, 26-й Псалом и будем читать 8-й стих. Сердце мое говорит о Тебе. Ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Ищите лица Бога, потому что Он очень хочет общения вместе с Вами, дорогие друзья. И Он искренне желает, чтобы мы обратились сегодня к Нему за помощью. Он готов нам помочь. Ну и мы ждем встречи с Вами в четверг в 20.00. Включайте телевизор и будем вместе молиться нашему Господу. Пусть Господь благословит и хранит Вашу жизнь. И до встречи в эфире. Спасибо, что были с нами. Божьих благословений. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!